Что такое филипповские вечера? Как их проводили наши прабабушки и прадедушки? Чем можно было заниматься в это время? Ответы на эти вопросы дали работники Лидского отдела ремесел и традиционной культуры, организовав уникальное фольклорно-обрядовое мероприятие «Филиппов вечер». «Филиппов пост» — это другое название рождественского. Он длится 40 дней и завершается рождественским сочельником. В этот период каждый вечер в деревнях девушки собирались в каком-то доме или нескольких и устраивали посиделки. Они пряли либо занимались рукоделием. На огонек заглядывали и юноши. Молодежь обсуждала последние новости, веселилась и шутила, несмотря на пост. В Лидском отделе ремесел и традиционной культуры возродили данную традицию. Гостям его сотрудники не только представили свою программу, но и пригласили их поучаствовать в народных забавах и танцах. Мы проводим «Филипповский вечерок». Они имели несколько названий — это и попрадки, и попрадки, и вечеринки, и попрадухи. Это была такая коллективная, жяночая справа. Все справы были закончены. И тогда уже прали и ткали лен, сукали его. Мы готовили его до весны, и сказали, что у Пилиппоку с прадем, то на Великий Песе зачем? Сегодня в программе нашей будут жарты, потому что Пилиппоку завсюду проходила в фагосе в хате. Господиня завсюду сутракала своих соседей, сапровок. Готовала у нас вечером, потому что они проходили вечером. Кожная женщина приходила со своей дочушкой, эти молодушки собирались, брали свои колородки, попрадки, кто что нес, и займались такими справами жанучими. Жартовали, вспоминали некие гумореские жития, некие з'явы, спевали песни. Ну, наприконце вечера к вечеру приходили, конечно, хлопцы, мужчины, капюрюхи повеселить, разбавить, не глядяши на то, что был пост. Все ж таки жартовали, спевали, проводили гудни. Ну, а потом разуходилися, и, конечно, молодые хлопцы, кто с кем залезался, проводил свою девушку. Ну, конечно, до хаты и нес, помогал ей снести свой королодок, например, эти там еще какие-то приладки.